Всем здравствуйте, немножко волнуюсь. Меня зовут Астридин Вадим, я совсем начинающий фермер. Начал меньше года назад. Открыл, взял варенью ферму, потихоньку начал развивать молочный арбюрный област. Ну, это довольно-таки сложно оказалось, он мог без поддержки все это развивать. И решил продать на грамм. Изначально хотелось взять грамм на молочное жиротоводство, уже просто так, но возникли трудности с генералом. То есть, недавно действующая ферма, которая совсем не по-могу за отработал, уже не подходила там много времени. То есть, она была не обрадить, здесь проверить, делать бетонный затрат. Пришлось брать грамм на местное жиротоводство. Но я не жалею. На сегодняшний день я уже освоил грамм. С электронным бюджетом проблем, на самом деле, не возникло никаких. Если разобраться, там все просто. По-моему, лучший страх мне очень сильно помогло. По-моему, Минцеппост, наш районный и Центр Компетентности. Там мы постоянно обращались. Сборили документы. Много ошибок, конечно, выявляли. Мы все исправляли. Все это делали. Также еще была проблема с молочным жиротоводством. Почему не зомогранты? Это с кооперативом молочным. Ну, их нет практически. А где есть, тяжело очень попасть. Не все хотят брать. Сейчас мы уже планируем совместно с Тарским молочным жиротоводством создать свой молочный контракт и развиваться с ним в лучшую сторону, надеюсь. Ну, что еще хочется сказать. Грант получить можно. Это вполне реально. Поддерживает во всех сферах. Конечно, не цельхозии и Центр Компетентности. По поводу гранта. Вот Росфикхозбанк создал свой первый сайт. Тоже это маленькая подсказочка начинающим фермерам. Потому что найти поголовье под грант, соответствующего всем требованиям, то есть ветеринарам, ну, нереально. Это очень сложно. Как бы ни в газете, ни в них там не пишешь. Я, то есть, искал через этот сайт поголовье. Нашел, обзвонил там больше, не знаю, тысячи фермеров, которые занимались местным жиротоводством. И именно эти породы, которые я указал в бизнес-плане, оказались самые редкие. Ну, вот через этот сайт... Как триплана. Да, гири-форды, казахские голодовые, гири-намусы. Вот через ваш сайт удалось найти, потому что мы так не знаем. А больше гири-форды были? Были, нет. Калмыцкая порода, а самое простое распространение. Ну, через этот сайт, конечно, все получилось. Точно. Так же, не могу не упомянуть школу фермеров, которую я дала вопросы хозбан. Она дала очень большие знания в дальнейшем развитии. То есть, град получил, но куда движется, толком еще не знал. После школы фермеров я уже поставил себе четкие цели. В развитии молочного животного острова, в развитии переработки лесного животного острова. То есть, с кооперативами вступил, в два кооператива. Сейчас начинаем плотно сотрудничать по развитию, то есть, свою переработку хотели. То есть, колбасный цех сделать, молоко, вот, можно реализовать уже на местном рынке. Потому что качество, ну, качество мяса нет, как и молоко. В районе его тоже. Практически нет. Но, не все без сложности у нас. Самая проблема, государство помогает, конечно, да, очень хорошо помогает, стартануть. Но проблема у нас с землей. То есть, в развитии молочного животного, это выпасает мне большую роль. А что я в курсе? То есть, мне дают на три года. Без преимущественного права, без продления и без выкупа. То есть, вот, три года проходит, землю выставляют, батареи, найдется кто желающий, заберет. Потому что я еще не сильно конкурентно способен. А цена порой доходит, там, до 650 тысяч за 20 литров. Я вот общался с знакомым фермером. Вот, предлагаю создать фермерам свой чат WhatsApp, которые будут высказывать свои проблемы по поводу земли. Потому что я не один такой, ко мне очень много людей вращаются, там, спрашивают, как получить грант, как вообще развиваться, что там у тебя за проблемы. И все там мои ровесники, можно сказать, с района очень много, которые молочный животноводство пытают развивать. Которых я планирую тоже взять в кооператив и с ними дальше идти. Но у всех одна проблема – это земля. Я знаю, сейчас хотят внести изменения в законопроект, но как долго это будет, сколько это лет будет длиться, неизвестно. И получается, что молочное животноводство у нас сейчас выезжает через три года и все, оставит только парад. С этой проблемой я не один, я даже могу списать, перечислить людей, начинающих эфирмировок. Также газета «Наше время» активно помогает «Анфермерам», наши проблемы представляет. И я ее предлагаю включить в этот чат, чтобы СМИ публиковало наши проблемы. А то, знаете, я высказался про меня сразу же и забыли. На встречу мало кто прочитать, всякие отписки пишут. Не знаю, что еще сказать. Ну, скажи, что тебе лучше, но быть учеником, что ли. Ну, да, оказался один из лучших. Что-то, а вы будете же субсидиями, тоже скажите. Пойдемте. Будем, конечно, пользоваться всеми субсидиями. Сейчас вот собираем документы на оператив, с молоком, там, юристами. Чем будет легче. Конечно, будет легче, да. Но опять, молоком хорошо, но ограничения по земле, там, взят, я не вижу в будущем. Вот, видите, что эти три года дают, если у меня телка пока станет коровой, как раз эти три года и проходит. Только начнешь молоко получать, а все. Судебное решение, если вас действительно обидели. Поэтому, вот, Татьяна Виколаевна в своем докладе говорила про банную систему и призывала всех от арендованного отказываться, да. Вот пример, чему приводит участие с арендой, да. То есть, проходит определенное количество времени и, соответственно, заканчивается аренда и наши команды получательства стоят перед выбором, что делать дальше, куда идти. Поэтому мы стараемся и баня оценки своей прибыли. На правильном пути, да, либо собственное что-то приобретать. Понятно, сейчас подтверждают, что по землям именно для животноводства есть сложности, да. У нас регион более реактивного производства пшеницы. И сейчас высок земли, но тяжело найти в более хороших районах. Есть только, вот у меня субъективное мнение, да, что сейчас в этих условиях, когда есть ограничения, вот малые формы со своим производством должны, мне кажется, встретиться. Потому что средства производства есть, сырье есть. И в отличие от промышленно-технологических комплексов, где необходимы какие-то импортные составляющие, там, ингредиенты, ферменты и прочие вещи, то продукция натуральная, которая производлена малой формы, она должна точно быть востребована в текущих условиях. Это мой личный мнение, не как чиновник. Поэтому я думаю, что развитие, которое мы выбрали в части кооперации, мы точно поддержим, потому что у нас, как сказал Николай Иванович, это был задан дмитрий хозом России на кооперацию. Поэтому совместно с Центром Компетенции рекомендую вам задумать стратегически по поводу создания кооперативного, я так понимаю, Советского Малого Комператора, нормально, Советского Малого. По поводу себя, смотрите, как мне сказали, я там не в то время родился, надо было раньше родиться, что-то... Начинающего первого, лучше и начинать, так получается. А что мы им, детям вообще делаем? Давайте вот вернемся в современный мир, вот в том плане, что сегодня действительно мы видим, что происходит, я сейчас не беру там политические события, в принципе, текущее развитие экономики, то, что мы выходим на определенные технологии, да, на новые технологии. И те страны, которые демонстрируют густонаселенность и при этом обеспечивают высокую производительность, да, какие технологии они используют, да. То есть, возможно, в условиях, вот давайте посмотрим, может быть, совместно с Центром Компетенции, проанализируем опыт тех стран, кто дает, как бы, объемы производства молока, но при этом имеет тоже ограниченные выпаса. То есть я, если сейчас хочу, я не буду без компетентных зоотехников, технологов молочного производства, но если мы берем, допустим, мясное скотоводство, да, у нас есть выпасные технологии, где действительно нужны выпаса и специализированный скот, который приспособлен к этим технологиям, и есть скот, который приспособлен им, и методы содержания скота, там, беспривостного от кормочного содержания, да. Собственно, мы сейчас на что с вами и даже в Гранде ориентируем, что те фермы, которые строят от кормочники мясные, да, без выпасного содержания, то мы даем этим фермерам больше денег, почему, что им надо построиться, да, им надо вложить технику, то есть им надо вложиться в новой современной технологии. Вот точно так же, наверное, давайте все-таки мы посмотрим, а есть ли у нас возможности также применять альтернативные технологии выращивания молочного скотоводства, да, то есть я сейчас тоже тут не берусь давать советы и анализировать, но я думаю, что мы найдем с вами какие-то современные методы, которые позволяют заниматься молочным скотоводством в условиях ограниченного выпуска. То есть им конкретно, а кому как ни вам, молодым людям, да, которых вся жизнь впереди, которые должны быть современнее и прозорливее нас, этим заниматься. И тогда, если мы с вами находим такую технологию, да, то как бы в наших с вами руках, как бы сделать несколько пилотных проектов вот данной технологии на базе вас начинающих фермер. Потому что, давайте вот вернемся к больной теме земли, вот, понятно, что хотелось бы иметь, наверное, такое хорошее, надежное средство производства, как свой участок земли. Но дело в том, что Варкфенд у нас еще сказал, что земля это то, чего больше не происходит, да, я там как-то, может быть, не так скажу. И действительно, а посмотрите, сколько у нас людей за последние годы в мире увеличат, да, то есть мы увеличатся там, да, каких-то миллиардов. То есть, естественно, земельные ресурсы, они не растут, они занимаются, да. Поэтому вот понятно, что хотелось бы получить землю, но ее нет, ее физически нет. Земля есть, земля есть, она забава. Вот смотри. У нее категория земель подсенокоз, но она запахана. Но на это закрывают глаза. Ну, тогда вы вопрос, вы ставьте по-другому, да, не то, что вам земля не дают. Я за всех говорю. А вы, давайте вот как бы за всех, вот, знаете, такие громкие слова, аппетит, я за всех. Очень даже хорошо, что вы занимаете активную жизненную позицию. Мы, если с тем, когда мы с вами выступаем публично, мы должны, мы будем так говорить, понимать последовательства своих слов. Поэтому мы готовы разобраться с теми вопросами, которые вы говорите, запаханы, не запаханы, если этого органа, да. Я думаю, что вы туда и обратитесь. А мы сейчас говорим не о, то есть мы здесь с вами сейчас не разбираемся, кто прав, кто прав, есть земля, да и нет земли. Мы с вами сейчас говорим о потенциале разбития молочного скотоводства. Одним из факторов сдерживания вы называете землю. Мы же вам предлагаем, опять-таки, как молодому поколению, прогрессивному, а не, а как? Вы же посмотрите, весь мир, весь мир работает и переходит на новые технологии в условиях ограничения определенных ресурсов, в условиях истощения каких-то ресурсов, да, что прогнозируется потенциал развития источники альтернативной. Точно так же и в технологиях. Я вам привела только, что пример, мясном скотоводстве. Поэтому давайте вот все-таки вы свой молодой потенциал направите в русло созидания с точки зрения, вот на вашем примере, давайте поищем, посмотрим и создадим вот ферму молочную современную с альтернативным, допустим, технологией содержания молочного скота. Давайте мы попросим Алексея Викторовича, чтобы ценить эффекцию. Хорошо. Тогда, то есть, муниципальные земли, которые у меня в аренде, которые там дикие вообще, на них полы не растет, их мне надо забросить и искать новые технологии, правильно? Нет, так у вас есть земля или нет? То есть, только что вы нам говорили, что у вас земли нету, теперь вы говорили, что у вас есть земля, у вас одолжение. Мне не дали договоры. Муниципальная земля, которую мне в аренду дали на три года, там подружбосадку есть. Составление договора неправильно получилось. Нет перспективного составления. Нет преимущества в право продвижения договора. Ну, давайте начнем, сейчас вот закончим, но еще раз вот давайте, давайте рассмотрим вопрос с двух сторон. Первое, это решение вашего частного вопроса по договору, да, это один вопрос. И второй вопрос, вы как молодые перспективные фермеры, которые призываете к объединению, да, в чате, да, вот вы готовы, помимо, я же говорю, вот решения каких-то частных вопросов, заняться действительно возможностью и перспективой поиска технологии молочного скотоводства по современной медицине. Конечно, мы готовы. Ну, давайте вот раздельем эти вопросы. Ну, давайте вот раздельем эти вопросы. Вы скажете, что в федеральном законе вот эти, вот эти, вот эти пункты, да, подлежат корректировке. И корректировка этих пунктов будет способствовать развитию молочного, там, скотоводства. Понимаете? Поменяйте, пожалуйста, немножко тон своих, так сказать, претензий. Не для того, что вот у все плохо и кто-то решите. А скажите, вот смотрите, сегодня мы, как молодежь, за которым мы в будущее, нам детям надо что-то оставить. Нам надо, если в реалитетном порядке поменять вот этот, вот этот пункт. Если вы его поменяете, то мы, как молодые фермы, берем на себя обязательство землю пахать, сохранять плодоводие, правильно? Не отдавать ему под зерно потом, когда мы выкупим ее, не отдавать ему под зерно, а продолжать нам выпасать скот. Тогда тоже, как бы, предложите корректировку закона и тут же скажите, что вы, как молодежь, готовы, гарантия дайте, чтобы эту землю так же будете честной использовать, как вы, как мы сейчас говорили. Вот это тогда диалог. То, что вы сейчас предлагаете, это ультиматум, да, который, наверное, он никогда не решится. Поэтому вот есть вариант, то есть я хочу сказать, что выход и вариант из любой ситуации есть. Просто давайте их начнем, разложим по полочкам и начнем постепенно решать. То есть первый вопрос, это тот ваш узкий вопрос, когда вы заключали договор, вы его читали. Конечно. Вы ему приняли, и вы поставили под нем подпись. Выбор всегда есть. Вы в нем поставили подпись, значит, вы дали согласие. И сегодня говорить о том, что вас кто-то обманул, это не корректно. Я не говорю, что меня обманули, вы меня не слышите. Я слышу вас прекрасно, уже не первый раз мы вопросов считаем. И второй вопрос. Если вы считаете, что в дальнейшем для использования арендуемых земель, земель, нужна корректировка законодательства, вы составьте предложение для их корректировки со ссылкой на конкретные законы, на конкретные пункты. И при этом напишите, что если такое изменение будет, то эффект от этого мы как молодые обещаем вам такой эффект. И третий шаг, это все-таки мы говорим о том, что, будем так говорить, хорошо, вы сейчас добиваетесь того, что земля расходуется с вашей точки зрения более рационально, вы ее обрабатываете, но земли как таковые больше не станет, и те, кто пойдут за вами, фермеры, у них даже и этого не будет, правильно? Даже вот того, чего у вас сейчас есть. Но вы как рачительные хозяева и заботящиеся о будущем поколении, вот, например, третья задача, давайте проработим вопрос. А какие сейчас есть в мире технологии, которые позволяют с минимальной площадью земли содержать молочный бизнес-план, и попробуем совместно все организовать такую эффект. Вот это и задача, вы готовы решать? Конечно, готовы. Но вы тоже поймите, начинающего фермеру вводить новые технологии, о которых вы говорите, которые стоят миллионы, но это нереально. Государство не сможет. Ну, это еще раз, тогда продолжаем ликбе с школы фермеры. То есть, каждая задача разбивается на этапы, правильно? Это тоже, если элементарно взять бизнес-план, его можно сделать одноэтапным, трехэтапным, десяти, пяти и так далее. И если мы с вами для начала такую технологию увидим, разложим ее на этапы, правильно? То мы сегодня вот все здесь, мы долго-долго-долго говорили о том, что есть поддержка для тех, кто вот только-только начал. Для середнячков, есть поддержка для сильных, есть поддержка для инновационных, правильно? И если вы такой программы, проект составите поэтапно, еще раз говорю, мы все тут вместе с центром компетенции, с вами в пилотном режиме этот бизнес-план пройдет. И вы даже удивитесь, вы сами себе удивитесь, что не придумывая новых поддержек, мы уложимся в те порядки, которые есть. Просто еще раз я хочу попросить вас, направить свою энергию в конструктивное, созидательное русло. Вопросы есть, проблемы есть, они всегда были и будут. Но их надо не просто озвучивать, их надо садиться и поэтапно выстраивать решения. Можно я? Вадим Александрович, спасибо за ваше выступление. Под проблемы, которые вы подняли, им нужно уделить время и внимание. Я думаю, мы это отдельно соберемся с вами в центре компетенции, проработаем это. И очень хорошее предложение, мне понравилось, я себе записал по поводу чата фермера. Спасибо, возьмем на заменку. Вадим Александрович, правильно я понял, что у вас дальнейшее развитие вы видите по двум направлениям. И молоко, и мясо, да, и говядина. Ясно. Но, надо сказать, что мне очень интересно то, что вы выпасным способом, да, выпасным. Вы за молочный, чистое мясо и молоко, да. А додится, ну, уже зерновый раш, удобрение, птичка, то же самое будет, по-моему, и с красным водой. То есть, во всех, когда вы пасете, да, и молочный. В Сибири еще все на заготовка идет. И вот сейчас сказали, что в России земли нет. В вашей ферме. Мусор, когда земли. А распределенность земли очень много. Не говорилось, что земли нет. Я говорю о том, что она максимальная. Вы новые технологии призываете. Вы новые технологии, когда земли много. Ну, вы приедете на ферму, пожалуйста. Это что такое? Вот, что я не бываю на ферме, где-то просто. Да, на Москву, да. Тут, может быть, бесконечным спором. Да, бесконечным. Ну, а перевод пастбищ в башню вот так вот легко осуществляется. По переводчику штраф. Я не помню, сколько сейчас. Ну, а вот обычно ведь спорят по поводу башни, что с башней проблемы. А с пастбищами реже гораздо, что ими можно пользоваться. А в Центральной России это ременька возникает. Мы даже подреки запретили косить траву, потому что это водоохранная зона. А, нет, ну, водоохранная зона. Подождите, а кто тогда запахал этот зон? Да, ну, серьезные проблемы. У нас как-то выступал директор «Союз молоко». И он рассказывал об опыте Ирландии, насколько я помню. У нас мы все сейчас говорим о технологиях интенсивных, связанных с молоком. Когда молоко получают за счет однотипного кормления коровы в течение всего года. Когда корова не знает, что такое зеленая трава. А вот вы занимаетесь как раз вот этим направлением. И в Ирландии как раз сделали очень эффективный бизнес. И обеспечивают весь мир и детским молоком натуральным, которые детские молочные продукты очень высоко ценятся. Потому что это трава. Это пастбище полученное. Корма. По новой технологии, это значит корову поставить на привязь. Два года она будет, два года она будет высосаться с ней. Ну, в общем, у вас затронули два важные проблемы, в которых, я надеюсь, и Центр компетенции поработает с вами. Может быть, какой-то выход, какой-то вариант будет. Спасибо. Мне кажется, Вадим Александрович здесь не услышали. Дело в том, что распахать стоимость пашни и стоимость пастбищ земли, как таковую, вегетари, она в разы меньше, стоимость пастбищ. Ее распахивают, платят небольшой штраф. А пастбищ нет, не хватает. А какой пустонаселенности будет? Зачем мы будем говорить о новой технологии? Это Сальский район. Я была на этой ферме у Вадима. Там не надо еще эти новые технологии. Зачем там стояло и содержание? Там прекрасно можно пасти на землях. Давайте тогда смотреть, чтобы не распахивали. Не распахивали в природах разные сборы. Берега у нас, все реки распахали, вокруг рек распахали. У нас дон из-за этого отмечен. Потому что водоемы, все малые реки заводили. Пробуем. Распахали до самой воды. Ну вот же о чем лечь, мне кажется. А не о том, что, раз он против новых технологий, с чего он начинает? Пять тысяч получили, миллионов. С пяти миллионов можно ли стояло в содержании и так далее на старой ферме? Причем человек не знает. Эту ферму он в аренду взял. Да, в аренду плохо, правда, надо покупать. Наверное, шможли позору, что он в аренду. Я выкуплю ее с временем. Это все прописывал. Дай Бог, чтобы он ее выкупил. Дай Бог, чтобы там с землей все обошлось. Но, извините меня, на три года аренда, кого три года растет? И какой смысл тогда? Он ее вырастет, эту корову, и зарежет, потому что ему через три года. Среди горячей, мы тут уже определили позиции. Человек, приехавший в Бонатр, просто предоставший в Бонатр. Я думаю, что вы это слышали, молодого фермера. Нет, у меня сейчас так говорили. Он обращался уже письменно, мы эту проблему знаем. Вопрос состоит в следующем. Вам не решается? Вы слушайте меня, я вас понимаю, что вы уже с ними делали. Вопрос в следующем. У него есть договор с муниципалитетом. Во всех договорах аренды имущества с муниципалитетом, как правило, есть такое понятие, что договор в случае выполнения и без каких-то претензий, проливаются либо автоматически, правильно? И также вот это право, которое говорил Вадиму о том, что в случае выполнения всех обязательств, первоочередное право выкупа. Этого документа, я насколько понимаю, нет. Для того, чтобы оно там появилось, и если действительно закон был нарушен, ему необходимо обратиться в суд. Так как заключен уже договор, то есть он подписал и принял эти условия. Сейчас он будет вот в ходе работы своей фермы, он увидит, что там есть какие-то неточности. Для того, чтобы этот документ либо расторгнуть, либо перезаключить, должны предосновать. Допсоглашение. А чтобы допсоглашение получить, чиновник, если он сейчас возьмет и перепишет договор, это будет повышение должностных полномочий. Поэтому он сделать этого не может. Для этого необходимо решение суда, как некая инстанция, которая дает ему основания делать допсоглашение. И насколько я понимаю, район понимает эту ситуацию, и кто там против, насколько я знаю, не имеет. Соответственно, обращения соответствующего нет. Сейчас говорит о том, что все плохие, а я подписал такой документ, ну, как-то тоже неуместно. Вот если работа проведена, допустим, в выявлении каких-то фактов, что там, как знаете, в кредитном договоре, там мелким слифтом что-то написано, да, и я вам подписал, какие-то машины нет уже, обращение в суд было, какое-то осмотрение, обращение в суд. Мне надо написать письмо в нашу администрацию, получить от них ответ, с этим ответом идти в суд. Я это же сделаю. Сделаю. А проблему уже не перебивать. Она обещает разобраться. Как инстанция обещает разобраться? Смотрите, просто вопрос такой, что он уже как минимум 3-4 месяца на поверхность. Говорит, я собираюсь это сделать. Но если человек, который хочет бороться за свои права, 3-4 месяца как минимум не обращается. Как мы за него пойдем обращать? Обратимся к муниципалитету о том, что права нарушены. Человек должен обратиться самостоятельно, получить ответ. С этим ответом идти в суд. При том, что ответ от Минсельхоза соответствующий. У нас есть отдел, который занимается семейными отношениями, был данным письменно. И это его получило. А можно совет у вас спросить? А мы сейчас подали на землю в том же районе. И нам сейчас такие же районные соглашения, что писать, заставят. Нам на землю не прощать, у нас в макаловье растет. Давайте так. Если вы считаете, что вас обижают, у нас есть правоохранительные органы, которые могут воздействовать. Мы делимся такими. Если вы видите, что вас воруют, вы не вяжите, смейте сельхозы, не вяжите, что вас обворобали. Если вы видите, что есть сложность в земле, нам законодательство решается, ваше правоохранительные органы. Нет, в суд нам говорят всегда обращайтесь в суд. Нет, если вас преднуждает заключить договора, которые не соответствуют законодательству, причем тут суд. Суд это когда уже заключили. Потому что это наш гражданский кодекс. Для того, чтобы договор признать утратившим силу, вот в соглашении необходимое решение суда. Не подписал этот договор, я теряю все это, получается. А то она хоть три года. А так вы сейчас ее приобрели, потеряете через три года. Через три года. Что лучше? Вот сейчас вы предрешение, что вы знаете, я знаю, что меня пытаются, мои права учредить, но я лучше подпишу, и потом через три года отдам. Либо может сразу бороться. Лучше все действительно так говорили. Пробосить развитие лучше. Почему предмосить? Пока мы не разберемся с этим законодательством, с этим законодательством. Сейчас уже прорешили. Мункты мы не внесем. Но смотрите, а вы что предлагаете? Сейчас идите, допустим, пять миллионов, сейчас какие-то средства. Вы на территории развиваться начнете, а потом через три года, как вы сказали, придут у вас эту землю и загреться. Поэтому правильно у вас услышали, что лучше. Я считаю, что для того, чтобы дальнейшее развитие было именно на этом участке, я не говорю, что оно может быть в другом, как на Сайском, в зону заводе, там, если вы рассматриваете этот участок, и действительно он сейчас находится в каком-то таком статусе, для вас непонятном, то за него надо бороться. Ну, конечно, бороться, а не о вопросах. А мы здесь не решили про вопрос, потому что это, есть у нас 131-й федеральный закон о полномочиях муниципалитета, этот вопрос, он находится в земельном, у муниципалитета. А мы вам, мы обратились к вам в консультацию, которую наши коллеги в земельном законодательстве, они подсказали, что есть только такое решение, и все, и такого не будет. Если вы считаете, что есть другое, ну, да, пожалуйста. Можно? Да, конечно. Ну, знаете, я рада, что успела сюда с обсуждением, как раз попала на горячую тему, потому что, вы скажите, а вот мы даем начинающим фермерам всегда очень мощное сопровождение, да, то есть, вот, я была, потому что знаю ребят, их награждали там, когда они закончили вот эту школу фермера, прекрасно их всех награждали. А скажите, а вот нам надо, чтобы наши фермеры вот со своего стартапа шли в суд. Вот можно этот суд как-нибудь обойти, потому что, если человек у нас пошел в наш родной суд, самый гуманный суд в мире, то считайте, пропал человек, пропало его время, пропала его жизнь, и еще совершенно не обязательно, что он этот суд выиграет. Вот нужно, мы даем им деньги. У нас, значит, есть, как это, центр компетенции. Представляете, центр компетенции, а человек заключил такой договор. Это вообще не смешно? Государство дает миллионы, он свои миллионы вкладывает, мы все знаем, на всех совещаниях говорят, корова растет пять лет, через пять лет, а мы у него через три года землю заберем. Ну, это вообще, как бы, кто назовет людей серьезными, которые вот в такой проект стягивают фермеру, говорят, приходите дальше. я вот один вопрос хочу задать. Мы все время говорим слово заберет через три года. Где, вот, кто сказал, что ее заберут? Я знаю, о чем я задаю. Кто сказал, что ее заберут? То есть, земля по договору находится в аренде три года, правильно? И по истечению трех лет она опять выставляется на аукцион, правильно? То есть, ее не забирают. Есть законодательство, которое предполагает, что условия аренды такой семьи на три года. Но это не значит, что у него забрали эту землю. Он ее взял на три года и у него есть право дальше участвовать в торгах. Вопрос в чем? Что молодой человек переживает, что у него нету потом преимущественного права на очередных торгах, правильно? Преимущественное право есть у других. 17-е статья земельного конца. Там вот такой вот список всех, кто имеет... Поэтому у наших молодых людей, которые сейчас взяли эту землю в аренду, есть цивилизованный путь решения этой проблемы. То, о чем, слава Богу, один из них меня понял, что пока у них сегодня есть заключенные договора, которые через три года должны быть, так сказать, закончат срок своего действия, и им надо будет по новой участвовать в торгах. За три года вполне можно при цивилизованной работе, да, с инициативными, так сказать, с группами, при обращении, решить вопрос, что для внесения в законодательство неких преимущественных прав для тех, кто эффективно использовал эту землю, кто рационально ее сохранял, кто своевременно платил арендную плату за нее, правильно? То есть, поэтому я хочу призывать к чему? Давайте не будем бросаться такими словами, что нас отберут, мы не будем развиваться, начинающим фермерам не дают и так далее, что давайте это плохо, это технологии и так далее. Вопрос в том, что мы сейчас в некий момент, ну, достаточно болезненный, возможно, для начинающих фермеров, мы его не должны перевести в категорию, будем говорить, какой-то, ну, беды, да, что одно мы бы дали, другое не дали. У молодых человек появляется прекрасная возможность не просто делать свой бизнес, а еще путем инициативы законодательных, так сказать, новшеств и преимуществ, да, ну, как, проявить себя на поприще общественной деятельности. Вот сегодняшние выступления, создать чат, обмениваться проблемами и так далее, говорит о том, что у человека есть прекрасные амбиции для общественной деятельности, и он их проявляет. И, как бы, единственная просьба молодым людям, которые к этому стремятся, проявлять их в позитивном и конструктивном настрое. Понимаете? Вот услышьте это, у вас землю никто не отбирает. У вас просто по закону истечет срок действия, и вам будет предложено повторно поучаствовать в торгах. И у вас есть три года путем общественной деятельности убедить законодателя о том, что это нерационально, если человек использует эту землю эффективно, не давать ему преимуществ. Но сделайте же вы это культурно и позитивно. А если центр компетенции может как-то помочь? Можно под отвечу на вопрос, почему центр компетенции не советуют? Давайте так, 8 тысяч фермеров. Соответственно, каждый шаг, даже покупка никто не советует за к нам. К нам обычно приходят с бедой уже, когда помните, либо вот тот человек и нам поэтому сказать о том, что кто-то кому-то отказал в консультации, я не могу такого. Соответственно, вопрос, который сейчас поднимает Вадим, он возник уже после введения своей хоресной деятельности. То есть нет того, как он к нам пришел. Поэтому говорить о том, что мы сейчас должны читать все договора даже с отрезочками и мелким шрифтом, но это как-то человек сам осознанно возникает эта сложность. Это первый момент. Понимаете? И сказать ему не подписывать, но, наверное, ему введение на месте, какая земля ему нужна, на сколько, он же планирует это как. Вот он, когда подписывал, хотел спросить, на три года вы на что-то планировали? То есть, наверное, три года отработать, купить землю, либо найти новую. Что вы? На изменения законодательства, как вы говорили, виноваты. А теперь, вы надеялись на изменения, вы говорили о том, что мы виноваты. Ну, как-то... Я не говорю, что кто-то виноват. Вы меня опять не услышали. Я говорю, что есть проблема вот с этими тремя годами, которая ограничивает многих. Почему там только вот по трем годам, только у вас? Потому что у вас... У других 2,7. Я вижу, что у вас в контракте договоре не указано допроситься по преимущественному праву. Правильно? Конечно. А в руки указано, да? Я вас скажу больше. Любой человек с города приедет, возьмет в аренду землю, ему дадут преимущественное право. И он мне будет давать в субаренду, да. Получается, мне легче взять такового-то землю и пусть буду пользоваться ней. Ну, то есть, в связи с тем, что говорил Татьяна Николаевна, вы сейчас подтверждаете, что это системная какая-то история. Вы понимаете, что вы их в инспаркетах по-другому, но при этом подписав, так вы пользуетесь и дальше, я думаю, только суд. Лично мы. Ну, конечно. Такого не соберем с выходом. Потому что выхода не будет. Если у вас дура с любого выхода нет, мы уже в основном позвали, повторюсь, у нас критерии есть, балл дополнительный. По-грантовски у меня все хорошо. Ну, вам говорили. По поводу того, что у нас... Это должен быть стандартный для всех фермеров, надо читать, без земли вообще гранта не дадут. Но мы просто отсутствовали, просто отсутствовали. Я повторю для вас, Татьяна Николаевна, она сказала о том, что у нас сейчас дополнительный балл на ворот приведет к тому, что уходить от ориентованного, чтобы было больше собственного, чтобы оставался след. Есть у нас принципиенты, пять лет выдерживают, закрывают и все, и прощают. То есть, помощь получили, отработали в рамках своих соглашений и все. Мы не заинтересованы в таких историях. Нам на ворот задача стоит для того, чтобы эти сельхозпрофорядители в будущем развивались. И то, что говорит Вадим, у нас есть и другие поддержки. Семейная фирма. Если он сейчас найдет себе план, центр, кооператив, у нас есть семейная фирма, пожалуйста, до 300 миллионов. Сейчас он может посмотреть себе еще какую-то землю, либо поймет технологию, скажет, молочное не мое, буду мясом заниматься. Допустим, мы, я по ним просто говорю, областно. И, соответственно, можно прийти и получить. А в продолжении с оптодотянки главного у нас еще есть всего порядка 50 поддержек по разным направлениям. Это и обработано для молочного цеха, и на скот, и прочие-прочие вещи. Если комплексно к этому подойти и задаться целью развития своего предприятия, и тем более это, можно воспользоваться несколькими форум-поддержками, в том числе и кредитами и прочими-прочими вещами и идти медленно к своей цели. В том числе приобретение имущественного комплекса земли, чего вам желать. Давайте на это поставить точку в вопросе. Если до того, кто есть остается вопросы к нам, я предлагаю тогда после уже остаться, не давлять цеху. Можно у нас нас записывают, я просто немножко конститирую, что мы опять отходим к тому, что мы не видим комплексности государственной поддержки. почему Наталья Николаевна действительно речь идет о чем, что сегодня за счет средства гранта можно купить землю. И поверьте, у нас есть прецедент в том же сальском районе, где люди покупают землю. А другими поддержками вы можете вздыхать, не вздыхать. Это еще раз говорит о том, что есть разные варианты и разные виды и взгляды на ведение своего бизнеса. Поэтому говорить о том, что мы будем давать гранты только тем, у кого земля, нет, мы наоборот говорим, если земля за счет средств гранта покупается или она уже в собственности, да, им будут преимущества. Потому что мы хотим, чтобы действительно человек, который пришел на грант, купил землю, это то, это его основное средство производства, или там землю, или помещение. И через два, три, пять лет его никто с этого средства производства не попросит уйти. И у нас в городе, в области остается бизнес-единица с рабочими местами, понимаете. вот мы о чем говорим, а понемножко меняем приоритеты. Друзья, спасибо. Переходим к следующему спикеру.